В расчет на то, что вот сесть за стол переговоров. На войну у них нет сил, чтобы победить в войне. Но достаточно сил, чтобы не допустить поражения. То есть дипломаты закончат войну. Но это удивительно вообще, потому что Турция является членом НАТО. Я приветствую всех подписчиков Политеки Онлайн. С нами в этой студии Вадим Юрьевич Карасев. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Сложная обстановка на фронтах дипломатическо-политической части российско-украинской войны. Мы видим, как вбросы и активность в плане референдума о присоединении оккупированной части подрывает все возможные дальнейшие переговоры. Об этом говорят спикеры Офиса президента и сам президент. Никаких переговоров, если вы что-то проведете. Но россияне движутся в этом направлении? Они движутся... Заняли трек? Нет, нет. Они наоборот хотят, чтобы мы двигались в этом направлении. Но президент же сам сказал. Переговоры в обмен на непроведение референдума. Но это же так можно расшифровать. Если будут референдумы, будут проведены, значит никаких переговоров. А главное переговоров, там сказано, между Западом и Россией. Не надейтесь на переговоры, схемы-то повыше. Русские это понимают. Поэтому, ну если брать там военно-оперативную, военно-оперативное объяснение. Но это можно объяснить тем, что они подталкивают к тому, чтобы мы не допустили референдум, пошли в обещанное, но не подготовленное контрнаступление. И тем самым рисковали провалом и многими жертвами. Такой тоже вариант может быть. Но я сейчас не буду концентрироваться на вот этом военно-оперативном соображении. Мы не висковые эксперты, а военно-политические. Это разные уровни анализа. Так, вот есть, хотя на русском языке звучит военный эксперт, но это больше висковый. То, что касается армии, вооружения, наступления, отступления, хаймерсов, командования, там, оперативными построениями и прочее. А военно-политический анализ – это то, что связано с политикой войны или с военной политикой. Так вот, я на этом остановлюсь. Потому что мне кажется, что тем самым они хотят все-таки, чтобы мы быстрее решили для себя, что мы делаем. Либо мы соглашаемся на референдум с тем, чтобы потом пойти в контрнаступление и освободить территорию. Так, ну это тогда уже будет после референдума территория, может быть уже признанной, скажем так, российской территорией, с соответствующими последствиями для военно-оперативных, военно-оперативной обстановки. Либо мы сегодня начинаем искать путь к тому, чтобы вернуться к перемирию. Ну так, по крайней мере, россияне хотят. Ну и выйти на какой-нибудь Стамбул-2. Так, Стамбул-1 лежит. Вот это было в конце марта, а теперь Стамбул-2. И ситуация какая, что если референдум, то это уже воля народа. Трудно будет отыграть. И это тоже подзадорит, раззадорит тех ультра-ястребов в самой России, которые говорят о том, что нет, надо не останавливаться, идти дальше, дальше, дальше. Так они и так раззадорены. Зюганов выступал, говорит, и Николаев, и Одесса, и вот весь этот кусок. Ну пусть помечтают, да. Мечтать не вредно. Ну это фрики, которые всегда генерируют фейки. Фрик. Это всегда фейк. Они братья-близнецы. По Маяковскому, так, близнецы-братья. А, ну все-таки серьезные люди, которые вообще-то больше понимают и расклады мировые, и европейские, и евразийские. Думаю, что все-таки там при всем, скажем, моем и вашем, и нашим супер-негативном отношении к Путии, она уже не шизофреник. Это расчетливый политик. Это тоже надо понимать и принимать. Поэтому расчет на то, что вот сесть за стол переговоров. Думаю, об этом речь шла и на последней встрече с Эрдоганом у Путина. Эрдоган готов предложить брокерские услуги, роль честного маклера или честного брокера. Так, гаранта. И может быть и гаранта. Но теперь это все должен сказать Запад. Мы должны решить, и Запад должен решить. При гарантиях Запада. Почему? Потому что войну мы можем продолжать только сегодня за счет военной и финансовой и экономической помощи Запада. Учитывая ситуацию с бюджетом, с остановкой экономики, с экономической рецессией, инфляцией. Ну и понятно, что не имея своей ВПК, мы не можем без Запада пополнять военную технику, причем новыми, более эффективными образцами, как это делается сегодня. Если Запад, допустим, те же США, посчитают, что Россию можно победить на поле боя, проведя более грунтовный анализ. Не тот, который делали в конце марта, начале апреля. А что изменилось? А изменилось то, что, знаете, тогда в конце марта была победа у нас. Путин вынужден был отвезти войска из-под Киева. И это очень важно было для переговорного процесса. А сейчас что изменилось? Ну, знаете, я бы так сказал, и мира нет, и победы нет. Большой побед. Мы же хотели вот контрнаступление провести, отвоевать территории. И с точки зрения, ну, возвращения территории, и с точки зрения демонстрации того, что мы все-таки можем победить Россию. Ну, ситуация пока застыла. И к миру не идем, но и победа пока. Неочевидно, могу так сказать. Хотя и поражения нет тоже. Поражения нет тоже. Фронт же застыл, понимаете. Ну, хорошо, там, в Луганске, ну, если так говорить, ну, смотрите. Застыл. Да, мы можем, наверное, там, может быть, мы готовим, я же не знаю, готовим наступление на Херсон. Но еще раз говорю, я не вижу самолетов. Да, я вижу, Словения недавно передала, там, МИГи. Но этого мало. Сначала были разговоры, что готовят наших летчиков на Ф-16. Но сейчас, вот вчера было сообщение Пентагона, не-не, да, замминистра обороны Штатов, что пока Ф-16 в Украине, как там, в ближайшее время, поставляться не будут. Вот. Хаймерсы тоже дают, ну, там, сколько, 20 штук их дали. Еще даже не все дали, 16 в Украине, нет. И тоже уже, ну, российские ПВО начинают к ним, как бы, адаптироваться. Уже не так, как бы, для них не ожидал. Ну, в общем, я уже смотрю тут, по экономической помощи тоже есть, ну, скажем так, проблемы. Не все так сразу, как планировалось, дается. Поэтому вот это будет решаться. Но это важно почему? Потому что, если перемирие, допустим, так, переговоры с возвращением. Я не исключаю, кстати говоря, и Россия тоже может пойти на это, возвратить часть территории, кроме ДНР и ЛНР пока, и Крыма. Так, это позиция 2014 года. Вот. Все остальное могут вернуть под какие-то пункты переговоров, под гарантии и так далее. Кстати говоря, в 11 мая 2014 года были же референдумы в Луганской и Донецкой областях. Они были проведены. Ну, и что? Эти, да, этот референдумы держали как аргумент в переговорном процессе, помните или нет? Но так они и, скажем, эти референдумы, вот только тогда уже, когда Минск начал деградировать, Минск-2, тогда уже опять вылезла вот эта независимость и так далее. Это не было значения. Но, очевидно, сегодня, ну, мне так сдается, так, что ни у кого нет ни сил, ни желания, Запад, Европа, может быть, только у Джонсона, с которым не случайно не хотят встречаться многие. Я на прошлом с вами встрече говорил о том, что без отмашки от Вашингтона вряд ли бы Джонсон ушел в отсталку. Что там, как бы, ситуация, видимо, скажем так, ломала игру для многих. Так вот, может быть, для Джонсона и для Ли Страс, ну, я думаю, Ли Страс будет премьер-министром, она немножко, так сказать, риторика будет у нее поспокойнее. Никто не готов и не хочет дальше выходить в зиму, ну, водить войну в зиму, продолжать войну зимой. Все истощились. Путин, да, Путин. Потому что нет очевидных побед. На дипломатическом поле может быть победа. Понимаете, война ж... Вот что такое война? Это же не значит, что она только на поле боя победа. Она может и дипломатической быть победой. Вы можете на поле боя выиграть, как российско-турецкая война в 1867 году. А на Берлинском конгрессе Германия и Австрия сделали все, чтобы Россия отказалась от приобретенных османских земель. И фактически получила дипломатическое поражение. Многие это считают очень большим провалом и проколом Горчакова, которого считают там большим дипломатом. Как там Россия сосредотачивается, это его же эти все. Но фактически это... Войну выиграли, а дипломатически проиграли. На дипломатическом местоле проиграли. Так что не все потеряно. Война не только это... Это же совокупность информационных, дипломатических, экономических и, собственно, военных, тактических, скажем, действий или аспектов. Как вы относитесь к... Нет, я хочу как бы завершить эту всю историю. Поэтому, что тут важно очень. Смотрите. Если референдумы будут, и мы не сможем отвоевать, ну, тогда как-нибудь... Во-первых, тогда не исключал бы какой-то более усиленной мобилизации в России и наступление на Николавию и Одессу. Таки отрезать нас от Черного моря. Не исключал бы оккупацию в большой части территории Украины, если мы не сможем их подготовить контрнаступление и освободить. Но это будет тяжело, тяжелее дело. Я не говорю там про жертвы, но это как бы ради восстановления территориальной целостности, независимости, далее и так далее, далее. Это фактор важный, но, наверное, в этой большой игре геополитической и войне, новой, холодной, нерешающей. Так, то есть мы тогда теряем часть территории. Понятно, что это, ну, скажем, географическое сужение страны. Географическое сужение страны. Если же все-таки удастся подписать какой-нибудь Стамбул-2 с коррекциями, с оговорками, с гарантиями и так далее, мы остаемся все-таки в парадигме беловежской государственности 91-го года. Ну, тем более, там выставляется в этом Стамбуле-2, вот в том виде, в котором мы получили его. Так от них. Д-милитаризация, нейтральный статус, д-натофикация, ну, так скажем, без НАТО. Ну, д-нацификация, это, так сказать, изменение в гуманитарной политике, это, скажем, не так страшен черт, как его молюют. Само слово, так? Значит, мы остаемся в той парадигме в неблоковости нейтралитета, которая, в общем-то, в 91-м году Беловежская Украина получила. Так, при распаде Советского Союза, при подписании Беловежских соглашений. Да, без Крыма. ДНР, ЛН, не знаю, это дипломаты пусть решают, так? Если же нет, война продолжается, с непонятным исходом пока. Если, главное, зависит от Запада, помощь будет или нет, в том числе и наступательными вооружениями, наступательными вооружениями, тогда это другое, это уже все. Той Украины не будет, Беловежской Украины, или пост-ОССР-2. ОССР. А что такое ОССР? ОССР – это, прежде всего, не Львов и даже не Киев. Эти вот восточные, индустриальные, южноукраинские регионы. Разбитые. А? Сегодня разбитые, да. Сегодня разбитые. Да, сегодня разбитые. И могут быть еще более. Разбитые и убитые. ОКОНЧАТЕЛЬНО. С риском потерять Черное море. Здесь мы можем даже вернуть контроль над Азовским морем. Но без военной составляющей. Черное море. Тоже можем вернуть. Сейчас оно фактически заблокировано для нас, так, торговая блокада. Фактически военная блокада. Это ж зерновая сделка, она только подчеркнула этот факт. Тогда уже это будет другая Украина. Понимаете, в чем дело? Это уже будет не та Украина, которая существовала, ну, на протяжении, вот, там, последних 90 лет. Ну, 100 лет. Начиная, там, с 22-го года, в рамках УССР. Это уже более суженная, другая платформа территориальная. Или, там, территориальная платформа. Или этно-территориальная платформа, другая. Это ближе туда, к западно-территориальной или прикорпатской, скажем так, Украине. Ну, не знаю. Ну, в общем, такая ситуация. И, конечно, высшее военно-политическое руководство должно взвесить все риски. Что дальше? И с нашими западными партнерами. Готовы ли они дальше к нами вести войну на уничтожение, то есть на истощение, извините, и на уничтожение России. Сигналы, что готовы, они же доходят. Да, ну какие? Россия готова? Блинкин говорит о том, что мы не имеем право отдать Украину. Он не говорит, что освободить Украину, но что мы не можем позволить, чтобы Украины не существовало, иначе это развяжет целую цепочку войн в мире. Ну, так, какая Украина? Какую Украину он имеет в виду? И насколько они готовы идти? Он может говорить, но он, правда, сказал же вчера в Южной Африке, когда он был в Южноафриканской республике, что война закончится за дипломатическим путем, цитирую дословно. То есть дипломаты закончат войну, и результаты войны определяют дипломаты. В целом, исходя из комплекса всех, скажем так, дипломатической и геополитической ситуации в мире, а не только то, что происходит на поле боя. Да, понятно, что это сложно. Ну, там же есть, как бы, зацепки по Крыму были, вот, в начале, так. Да, много будет недовольных, и там, и там. Будет недовольных. Ну, здесь понятно. А что понятно здесь? Почему недовольны? Потому что, ну, истерзанная страна, откушенные территории, Не, ну, подождите. Она, она истерзанная, но она не потерянная. Ее могли уничтожить в феврале, в марте этого года. Она выстояла. Страна сохранилась, и она может сохранить географическую и геополитическую парадигму Беловежского соглашения. Ну, я говорю, Беловежская государственность, аналогично, как Версальские государства, были созданы в Восточной Европе по результатам Первой мировой войны, вот, по результатам Холодной войны, которую СССР проиграл. Возникли Беловежские государства. Но мы знаем, что Версальские государства менялись тоже. И проблема, скажем так, государственности, она для нас остается. Вот давайте я по-другому немножко зайду от государственности. Вот у нас сегодня 10 миллионов украинцев проживают вне Украины. Вынуждены переселиться за пределы Украины. Примерно 5 миллионов внутренние переселенцы. Почти половина страны это переселение народа. Кстати, любая война, большая война, это всегда переселение народа. Это обмен территорий народа. Но так было во время Первой мировой и Второй мировой войны. Немцы вынуждены были покидать страны Восточной Европы и уходить туда, на немецкие, искренне немецкие земли. Потому что к ним относились как оккупантам, имперцам, чужакам и прочее. Я не говорю уже там про евреи, евреи, поляки, как менялась карта Польши. Первая мировая война, между Первой и Второй мировой войной и после Второй мировой войны. Границы-то создавались по-разному. Так вот, действительно, мы сегодня такой разлученный народ, потому что семьи живут в Европе, а мужчины тут зарабатывают деньги и пересылают деньги туда. Долго это будет продолжаться. Или наоборот. Или наоборот. Долго это будет продолжаться. Люди живут вне страны, а кто в стране проживает? Ну, чиновники государственные, там, политики приезжают, итог. Многие же вообще, депутаты даже остались, ни разу не приехав сюда за это время, полгода. Вот полгода скоро будет. Многие сидят где-то за границей и там как бы голосуют или не голосуют или вообще. Дальше. чиновники военные, военные, волонтеры, вот, мужчины, кто там, кто может работать где-то, а всех сюда-то уехали. И фактически не функционирует полноценно общество и политическая жизнь полноценна. Так? Ну, как когда-то евреи были рассеянным народом, рассеяло их по всему миру. Там они создали свой государственный очаг. У нас, слава Богу, очаг есть государственный. Но мы долго будем как бы, ну, как бы наблюдать за тем, как вымывается человеческий потенциал, как вот это внутренние переселенцы, которые, это что же, люди бросили свои дома, бросили свои квартиры. Квартира где-то там в оккупированной территории или под бомбами в Николаеве проживают в Киеве. Потому что а как жить под бомбами? Это что же, как бы, это уже не оседлые люди, не оседлый народ, а такие, как бы, намады современные, кочевники, которые вынуждены кочевать с одной, с одного обстрела и так далее. Это тоже, как бы, страна, значит, не может, государство, общество, и страна в целом, и люди, не могут функционировать нормально, в мирной жизни. Вот вроде бы, как бы, войны нету на территории, ну, большинстве территорий Украины. А она-то же, как бы, идет, потому что, что такое война? Война же не только поле боя. Это же и неудобства, и отсутствие стабильности, гарантии каких-то, безопасности, рабочих мест, отсутствие. Если тут будет, как бы, ну, зима будет тяжелая, а говорят об этом со всех, так сказать, утюгов, так, так люди, то, наверное, тоже будут, наверное, уезжать. В Европу, там тоже, кстати говоря, готовятся к зиме нищеты, как говорится, там говорилось в одной газете, статья была такая. Но, тем не менее, там какая-то стабильность, там выплачивать, где-то можно работу найти и прочее. В общем, понимаете, тут надо думать. Но еще раз говорю, если все-таки вот эта история с референдумом состоится, тогда уже процесс может стать либо необратимым с потерей территории, либо надо тогда действительно готовить большое контрнаступление. Опять-таки, опять-таки, но мы должны учитывать, что это будет новый этап войны, это уже будет еще большая война, а не только там на, ну, скажем, на отдельных, хотя фронт большой, но запекли бои, идут пока только там в Донбассе, там где, что там, Бахмут, там, Светлогорск, там еще туда подбирается Краматорскую, Славянскую, ну, под Харьковом, там где-то, так. А все, значит, это большое контрнаступление, ну, а мы не знаем, что там дальше, как с ядерным перейдут эту черту. В общем, конечно, вот, это военно-политический анализ, не решение, мы не предлагаем решение, и я не имею права его предлагать, почему бы, что я не знаю, ну, скажем так, информация там по линии дипломатической, по линии мнения наших западных друзей, готовы они, не готовы, идти до конца, да, до конца, до победного. Но факт есть факт, что пока, вот мы зависли, вот сейчас ситуация, вот мы с вами сегодня сидим, вторник, да, девятая, так вот мы сидим, и ситуация, она зависла между путь к миру, путь к победе, но пока все это, как бы, в таком застывшем состоянии, мы имеем ни мира, ни победы, но и поражения тоже нет. Подоляк пояснил, Вальпоис, по-моему, ну, несколько, несколько разданий им давал интервью, просто они так пачкой выходили, что мы можем садиться за стол переговоров, когда тактические поражения российской армии нанесем. Ну, смотрите, важно, тактические поражения, не полная стратегическая победа, а тактические поражения, если правильный период, Эль Паис. А во-вторых, что такое тактическое поражение? Ну, это под Харьково можно, там, где можно подготовить контрнаступление, туда не стянут еще российские войска, да, там может, будет. А во-вторых, главное же не в этом, смотрите, для чего дается язык, политику, или там, дипломату, или политологу? Это иногда очень интересно. для того, чтобы сказать главное, но обмотать его второстепенным, для того, чтобы, ну, скажем, отыграть назад, в случае чего. Он же главное сказал. Как там, цитируйте мне? Ну, тактические поражения... Не-не-не, цитируйте полное мне. Что он сказал? Ну, переговоры... О! Он же не скажет, что мы готовы на переговоры, да? Да, но если... Но главное-то тут существительное в этом, как бы, субстанция, субстантивная часть этого высказывания, переговоры, субстантивная. А все остальное, это уже, скажем, чтобы критики, условно говоря, какие-нибудь там, недоброжелатели власти не стали бы сразу говорить, вот-вот, на переговоры уже, мир любой ценой, а надо перемога и так далее, и так далее. Надо, нужна победа. Нет, не-не-не, я же сказал, при тактических поражениях. Но главное, смотрите, тактические поражения России, но не сказано, что победа большая наша. Тоже. Следите, как у Шулера, надо следить за пальцами, так, как он играет. Так у политиков всегда следите за словами, как он их распрасывает, ставит, где, на чем он акцентирует внимание, потому что это тоже, политика это, и дипломатия особенно, это умение оперировать лингвистическим капиталом. И чем больше лингвистического капитала у политика, дипломата, политолога, тем он больше виртуоз в политике, тем более он, ну, скажем так, операционен. Ну, с другой стороны, ну да, всего лишь советник, всего лишь главы, неважно, неважно, он участник, он заместитель главы переговорной группы, вы не забывайте это. Да, у нас таких советников, внештатных причем, много, но, ну, это стиль, такой руководства, когда внештатный советник, он может больше значить, чем какой-нибудь официальный, там, спикер МИДа, например. Почему? Потому что, это тоже, кстати, сказал так сказал, можно всегда отыграть. Одно дело, когда идет по линии МИДа заявление там министра, это уже воспринимается. Когда сказал советник, поэтому, это с точки зрения такой информационной тактики, достаточно, ну, скажем так, работающая модель, работающая схема. Но в данном случае, я еще, ну, подчеркну, что он член, заместитель главы переговорной группы. Причем, обратите внимание, кто у нас глава переговорной группы по Стамбулу? Один Стамбул-2. Арахамия, не диплома, а глава фракции, но очень доверенное лицо президента. Дальше, Подоляк. И, кстати говоря, а кто глава переговорной группы со стороны России? Тоже доверенное лицо президента? Ну, какой-то помощник там, Мединский. Второй Слуцкий, так, у которого, ну, скажем так, прекрасные отношения с Эрдоганом. Если вы обратили внимание, когда был Стамбул, последняя встреча в Стамбуле, когда Эрдоган встречал делегацию, он только с одним человеком поцеловался. Ну, это, как бы, политический поцелуй. только со Слуцким, Леонид Слуцкий. Глава Международного комитета или по СНГ, не Международного комитета Госдумы, но ЛДПРовский человек. Очень, ну, скажем так, приближенный там к дипломатическим, верхам и против. Вот и все. Ну, вот так. Поэтому, это очень важный момент, потому что, понимаете, любая война, это всегда угроза существенному переучреждению, переформатированию государства, потере границ. Если это победная война, она расширяет границы. Если неудачная, значит, лишается границ. Поэтому, вот, это первое, и надо всегда это знать, и надо все сделать так, выжать из всего, вот сейчас, из военной части, из дипломатической части, чтобы сохраниться в больших географических границах, а, во-вторых, еще раз говорю, если говорить о поражении, и так далее, то поражением могло бы быть, это в марте, апреле месяце, но его не было. Из-под Киева вывели, из Черниговой, из Сумской области, Если считать, что в России, мы уже говорили, что они потерпели поражение, СВО, они проиграли, ну, специальную военную операцию. А на войну, у них нет сил, чтобы победить войне. Но, достаточно сил, чтобы не допустить поражения. Ну, наши силы освобождения занятых территорий зависят исключительно от Запада. Ну, да, понятно, что мы не можем экономить. Если у Запада силы... Ага. А это уже, пусть тоже они, мы должны решать с ними вместе, готовы они или нет идти на такой риск. Потому что, еще раз говорю, риск, знаете, в чем дело, мы говорили неоднократно, у сухопутную войну, ну, можно выиграть у России, но не будем забывать, что это ядерная страна. Сможем ли выиграть у нее, так называемую, ну, у Запада целыми мы неконвенциональную войну. Ядерную, то есть. Можем ли, нет? Вообще, готовы такие риски, ставки такие делать? Тем более, смотрите, Россия тоже, вот Песков несколько, вот, по-моему, последняя неделя все время переговоры в той или иной степени переговоры эти, говорит о переговорах там, о том, что... Украинская страна ушла с радаров. Да, да, о радарах и так далее. Но турки говорят постоянно, что мы готовы предоставить и все. Вот. На последнем встрече тоже, наверное, украинский вопрос ставился тоже. Ну, в общем, вот так как-то. Илья Пономарев, наш украинский гражданин недавно, а раньше экс-депутат, ну, он был депутатом Госдумы Российской Федерации, сказал, что у него есть супер-инсайт, супер-информация, что чуть ли не столб идеологический, вот прям приближенный к телу Путина, уже договаривается с Западом о переговорах, о завершении боевых действий. Кто же там такой идеологический столб? Он... Тихон, отец Тихон Шевкунов, который является духовником Путина и является вот этим византийцем и автором трансформации Российской Федерации в некую такую нео-византийскую империю. Он или что? Ну, я не знаю. Панамрёв говорит, не могу открывать, кто этот человек, чтобы не разрушилось все это сообщение. Но, в общем, Путина вот уговорили, продемонстрировали, или это логичное... Это логичная ситуация. Это не то, что там кто-то... Это понимание того, что как бы модель войны, парадигма войны. Вот с самого начала парадигма войны заключалась в том, чтобы посадить нас за стол переговора. Вот часто есть такое определение войны. Война это такое, ну, скажем, узкое понимание войны. Война это способ приблизить переговоры. Есть война на полное уничтожение. Есть война на захват территории, захватнические территории. Захватническая война. А есть такое слабое, как сказал бы военно-политический эксперт, геополитик, слабое понимание войны. Война нужна для того, чтобы приблизить переговоры и приблизить дипломатическое решение. У нас этот случай. А? У нас этот случай. У нас пока в этой... Да, мы парадигме этой войны. Это длится уже больше, ну, создание атомной бомбы. Допустим, наполеоновские войны, войны народные, массовые, патриотические. Это война народов. Война на уничтожение. Так? Война, которая призвана решать глобальные идеологические императивные задачи. Построение новой революционной Европы, например. или создание национального государства. Войны шли. Так? Или там Первая, Вторая мировая война. Первая мировая война. Война за передел мира. Империалистические государства столкнулись с себе. Ну, по-разному. Кто-то говорит, что это межимпериалистические противоречия, кто-то говорит, что это решение славянско-германских противоречий вопроса. Но это кардинальное переформатирование мира. было-было. Сейчас еще. Тогда же пали империи. Смотрите, Наполеон фактически создал Германию своей войной. Так? Пройдя по всей Европе, дойдя до Москвы. Войны националистические войны, их так называли. Национально освободить, националистически с массовыми армиями, с всеобщей мобилизацией, призывом и так далее. Вот сейчас таких войн нету. Сейчас есть какие-то узко профильные войны, связанные с тем или иным, скажем так, задачами геополитические. Но война во Вьетнаме, США. Война в Ираке, например. Так, война в Ягославии, Косово. Но война в Афганистане, Советского Союза. Но почему сегодня нету, бояться всеобщей, или как Клаузевист бы сказал бы, грандиозная война. Грант. Так. Вар. Почему? Потому что есть атомное оружие и боятся потерять контроль над войной. Понимаете, в чем дело? Война это контролируемое насилие, вообще-то. Это тоже контролируемое насилие. Война это форма контролируемого насилия. и тоже в войне важен контроль. Чтобы война не переросла в какие-то рамки, которые заданы политическим руководством, которые принимают решения о войне. Да? И не привела к тому, что все развалится. Смотрите. Ох, это очень прятящий анализ, но с точки зрения нашей аудитории у нас более 700 тысяч подписчиков. И вот там родственники, друзья, сами выжившие, бежавшие, потерявшие родных, самых близких людей. На словосочетании контролируемая война. Да, она контролируемая война. Сейчас. Посмотрите, оружие мы получаем дозировано, не все, которое хотим. Россия тоже, понимаете, тоже где-то, да, бомбят Николаю. Бомбят Николаю. Бомбят Адресу, Харьков бомбят. Но тоже сказать, что не хотят перейти эту линию какую-то. Боятся. Во-первых, все боятся проиграть. А во-вторых, не знают, что потом будет. Вот Первая мировая война, так, из-под контроля вышла гинастических центров, которые развязали все. Так? Это тоже казалось оно так. Вильям Второй, кайзер Второго Рейха, его дядя, Эдуард Седьмой, британский король, Россия, Австрия, Российская империя, Австрия, Османская империя, Франция. Все. И разлетелось все к чертовой матери. Где тот Второй рейх, где Австро Венгерская империя, Гамсбурги, где Османская империя, где империя Романов и так далее. Мир совсем другой, другой. Геополитика полностью поменяла. Вот боятся сейчас, что может что-то выйти из-под контроля. А это легко сделать. Пока это все управляемо. Вот смотрите, даже на Тайване, так, мы говорили в прошлый раз, тоже управляемое учение. Это называется, знаете, есть война на истощение, как говорили, Первая мировая, а сейчас учение на истощение. Истощать кого? Тайвань. Тоже не хотят китайцы вот на пролом лес, хотя могли бы, но зачем? Зачем? То есть это все-таки ну авантюристов мало. Да, они негодяи, злые люди, эти автократы и так далее, но они же расчетливые люди. Поэтому я еще раз говорю, это бояться потерять контроль над войной. А еще могут претензии какие сказать, допустим, что и так потеряно столько жизней, да, но есть вопрос, а дальше мы еще больше потеряем или нет? Раз не мы виноваты войне, не мы же развязывали, мы защитили страну, но дальше что? Поэтому тут надо тоже взвешивать, можно потерять еще больше. Мы перед этой встречей, перед нашим эфиром, перед беседой с Владимиром Юрьевичем, я был очень удивлен, потому что обычно вот заявление министра иностранных дел Турции, ну, когда это, конечно, зерновой кейс, когда они как бы-то звучат в украинских СМИ, но вот мало, вот я видел мало вот аналитики касательно того, что сказал Челушауглу, он говорит, что Турция после войны в Украине готовится к новой архитектуре безопасности. В Европе. В Европе. А турки, получается, что-то знают. но это удивительно вообще, что Турция является членом НАТО, а на НАТО строится вся система безопасности в Европе, евроатлантическая система безопасности. И более того, расширение НАТО, это как раз есть новая концепция или реализация концепции нового атлантизма, чтобы вся система гарантии безопасности гарантировалась НАТО как альянсом, военно-политическим альянсом. И во-вторых, даже более того, это было некое не только там, скажем, проблема, ну, тут решались проблемы безопасности или гарантии безопасности, но это еще и цивилизация своеобразная, западная, западная цивилизация. И не случайно же Швеция и Финляндия так уже осуществляют процедуру вступления в НАТО. Ну, кстати говоря, турки пока не дали окончательное добро. Поэтому это удивительно. А с другой стороны, если посмотреть на ситуацию, ну, скажем так, с каким-то, может быть предсказательным таким уклоном, прогностическим уклоном, то, может быть, речь идет о том, что после войны они не важно, как, чем и как она закончится. Европа будет другой. Потому что уже сегодня Европа, как сказать, Европа угасает сегодня. Американ, смотрите, давайте так, Европа никогда не знала слова экономический кризис за последние 50-60 лет. Сейчас они об этом серьезно говорят. Почему? Потому что, мы говорили в прошлый раз про Германию, потому что Европа пользовалась все это время дивидендами мира, особенно после холодной войны и низкими ценами на энергоресурсы с Россией. Так вот, сегодня этого нет. Им надо вооружаться и им надо платить намного больше за расходы рода услуги. За тепло, не только за тепло, а за кондишены, которые должны холод гнать, а холодильники, а вода, ну, тоже греть и так далее. Поэтому и американцы, наверное, Чувашуглу тоже имеют в виду то, что американцы будут переориентироваться все-таки туда, на Китай. У них есть свои группы англосаксонских государств, Новая Зеландия, Британия, Австралия и США, где они, скажем так, новый блок свой могут, так? Более спаянный блок, Австралии они будут, Австралии запретили, ну, точнее, забрали у французов австралийский контракт на подводные лодки, почему? Потому что там должны быть ядерные вещи. Это только Америка не хочет, чтобы это было по этой ленту. Значит, а Европа, тут следующий момент, если Россия проиграет, Европа выйдет на первый план здесь, Европа выиграет тогда, Россия. А может быть, и наоборот. Ситуация следующая, ну, допустим, если взять мир, так, о чем сейчас идет вообще в мире, если посмотреть на Россию, на Китай, это, говоря по Гегелю, идет война или борьба за признание быть сверхдержавами. Китай, вот он по Тайваню, да, если он возьмет Тайвань, неважно как, все, зафиксируется это. Сверхдержава претендент на еще один центр силы, полюс силы. А если добавить сюда один пояс, один путь ихний, там, где такой транс-евразийский будет, скажем так, такой регион, вот вам, пожалуйста, там может быть и Россия. Если в России получится, Европа где-то там отойдет, значит, они же борются за признание быть региональной сверхдержавой. Региональной сверхдержавой. Борьба за признание это, кстати, движущая сила истории, Гегель философии духа это четко описал. Именно война, борьба за признание. Кстати говоря, это и в жизни тоже, все хотят быть признанными. Вот. Тогда вот этот новый мир уже не однополярный, а мультиполярный будет иметь три таких важных центра. Это США плюс его самые близкие союзники. Это Россия, по крайней мере военная держава. Китай. Европе тут места не находится. Вообще Европейский Союз тут подвергается серьезным рискам. Это очень серьезная вещь для европейцев. Потому что Европейский Союз объединился европейские страны, которые находились всегда в междоусобных противоречиях и генерировали все войны. Первый мир, все войны до середины 20-го столетия. Особенно Первая мировая война, Вторая мировая война. Разве сегодня нет противоречий между Польшей и Германией? Ох, это можно. Я предлагаю о Польше и Германии и об этих противоречиях. Про эти 35 миллиардов, про вот эти все. Да, так вот, поговорим в следующий раз. Немцы-то были локомотивом, экономическим локомотивом Европейского Союза. На этом было построено все благополучие Европейского Союза, особенно восточноевропейских государств. И, если этого не будет, если Германия сама окажется в экономическом кризисе, кто будет тянуть? Значит, тогда каждый будет что заниматься? Протекционизмом, уходить в национальную валюту, чтобы демпинговать курсом валют, это называемое управляемое или там, как бы, девальвацией, конкурентной девальвацией, для того, чтобы усилить конкурентную позицию. Отсюда войны все шли. Особенно, посмотрите, восточную Европу, сколько там противоречий, Польша, Венгрия, Словакия и так далее. Как только там уйдет старший, старшая структура, например, Брюсселя или Вашингтона, как это все может, а потом отразить. Опять эти польско-немецкие, российские, славянные и так далее, балканские противоречия. Я уже не говорю, это вещь такая, поэтому очень большие ставки в этой игре сегодня. Чавуша Гулу тут еще имел в виду то, что, наверное, у турков и у России есть свои виды на обустройство вот то, что называется Северное Причерноморье, Южный Кавказ или Закавказье, как мы знали. Ну и Балканы, конечно. Балканы тоже. Так, смотрите, просыпаются вся имперские чувства. Потому что Османская империя, когда-то османы, турки стояли под Веной. В 1687 году, если я не ошибаюсь, они в Галицию вторглись и были разгромлены поляками. Так, Вену чуть не взяли. А у русских просыпается опять желание базу ставить в Северное военное. Ну, там база это не получится, но просто, что они тоже просыпаются вот это вся империализм, так, российский империализм. Так, просыпается вот это империализм. И неосманизм, политика Турции, так, вот такая проимперская, да, это же не только про Арабский Восток, про Ирак, Курдистан, про Сирийский Курдистан. Это может быть и туда, на Черное море. Вообще, это меридиальная, меридиальная, скажем так, связка, потому что всегда говорили, самая опасная связка для евроатлантической безопасности, это Россия и Германия. Но это широтная связка. Германия выпадает сегодня, а меридиальная это Турки, Россия, и который контроль над Балто-Черноморской системой от Крыма до Литвы. И вот это, это тоже важный момент и контроль над Черным морем между Россией и Турцией совместный, да, только Турки южную часть, эти северную часть хотят. Вот какие планы там. И, кстати говоря, я не исключаю, что когда была встреча в Сочи, они об этом тоже проговаривали. Смотрите, первое, Турция стала хабом, торговым хабом для России по части параллельного импорта, который туда идет. Дальше, энергетическим хабом по газу, который идет, ну, турецкий поток в Южную Европу. Дальше, по зерновой сделке. Кстати, зерновая сделка, это модель, может быть, и подписание сделки дипломатической по перемирию. Дальше, у Турции, смотрите, заявили о том, что по просьбе Путина будет звонок Асаду. По Сирии они договорились тоже. То есть, они, они как бы какую-то, делят сферу влияния какую-то свою уже. Они делят какие-то зоны своих интересов для того, чтобы они там не сталкивались. Дальше, они хотят тоже договариваться о том, чтобы создать газовый опек. А это серьезная штука. А что такое газовый опек? Это Россия, Турция, Азербайджан, Туркменистан. Ну вот, пожалуйста, Азербайджан, Туркменистан, еще кто-то, так, пятерка, по-моему. Это тоже серьезная вещь. Ну то есть, это говорит о чем? Что Турция не видит себя полноценным неоимперским игроком в рамках гевроанатологической системы безопасности. Не верит в нее. Не верит в нее. В НАТО и так далее. Не верит в то, что вот эти все ОБСЕ, НАТО и так далее, они обеспечат систему безопасности. Система безопасности переходит сегодня с коллективной, скажем так, однополярной, где главная роль Соединенных Штатов Америки, в том числе и в Европе, давайте так говорить, и прежде всего в Европе, она переходит на баланс сил. Вот сейчас там в Тайваньском проливе на боях, на поле боя на Донбассе, на ситуации в юго-восточных регионах Украины, Николаево, Одесса, Херсон, даже на севере. Вообще, на Кавказе Южном, там на Горном Карабахе, кстати говоря, тоже может быть сделка для того, чтобы Азербайджан вернул себе на Горный Карабах при гарантиях Армении, там тоже может быть сделка между турками, Азербайджаном и Россией и дать гарантии, союз такой, и дать гарантии Армении тоже может быть. Так? Вот. И происходит вот это то, что мировой порядок, новый миропорядок, он будет обеспечиваться не однополярным гегемоническим управлением, а балансом сил, равновесием сил. Вот есть с одной стороны Китай, с другой стороны США союзники, есть там Турция, есть Индия и так далее. И это будет, знаете, чего напоминать? Вестфальскую систему, когда государства так суверенные разделили между собой мир или сферу интересов, скажем так, в обмен на прекращение войны. И фактически, но это было в Европе, на Европейском театре, Вестфальская система 1648 года. А вот сейчас, я говорю, никак будет, это так они хотят, такие планы, сценарии. Вот они хотят что-то такое сегодня для всего мира, чтобы несколько таких крупных держав создали новый концерт держав. И, кстати говоря, вот в США где-то осенью 21-го года даже были статьи выходили в таких поважных изданиях, например, Чарльз Капчин, или Купчин об этом писал, вот, это известнейший тоже геополитолог. напомнить, победа все-таки иногда больше добывалась на дипломатических переговорах, на дипломатических раундах, сделках, то есть на дипломатическом столе, дипломатическим путем. Не всегда она обеспечивалась или добывалась военным путем. Вадим Карасев, я благодарю вас, Вадим Юрьевич, эту встречу. Подписывайтесь на Говорит и доказывает Карасев, Политека Онлайн, берегите себя и увидимся в новых выпусках.